Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Людмила Александрова. В ближайшие 15 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. Вынужденная мера. Школе номер 4 в Великом Новгороде нужен срочный капремонт. На время работ учреждение будет закрыто, а учеников временно переведут в соседние заведения. Долгожданный асфальт. В Поддорском районе идет масштабный ремонт дороги. Дырявое покрытие сняли, магистраль уже стала ровнее. Сельская радость. В Броннице ребятня и родители осваивают новую детскую площадку. В ее строительство вложились федеральные и областные бюджеты. Российские учителя принимают поздравления с профессиональным праздником. Новгородская педагогическая элита и ветераны школьного фронта были сегодня приглашены на торжественный прием филармонии. Региональная учительская в цифрах. Это почти 5000 работников. Рост общей численности учеников в последние годы и средняя зарплата более 26 тысяч рублей. Но каждый знает, в эту профессию идут не за большими деньгами, а по призванию. Любовь к детям, своему предмету и постоянной проверке себя на прочность. Вот качества, без которых долго у доски не простоишь. Каждый год новгородские педагоги предлагают оценить результаты своего труда конкурсной комиссии областного состязания профессионального мастерства. Жюри выбирает лучших в номинациях «Учитель года», «Воспитатель года», «Учитель здоровья», «Руководитель образовательной организации». И каждый участник конкурса согласится. Эта проверка не столько ради себя, сколько для детей. Учеников очень много, все они такие разные, интересные, смешные. И у меня и пятый класс, и восьмой, и одиннадцатый. То есть надо все время думать и быть в напряжении, в приятном причем, потому что с ними очень интересно работать с детьми. Русский язык и литература – любимые предметы вице-губернатора Вероники Мининой. Как выпускница, она сегодня поздравила своего преподавателя по этой дисциплине с большим успехом в педагогической деятельности. Маргарита Васильевна Лихачева и девятнадцать ее коллег награждены денежными премиями в рамках конкурса лучших учителей национального проекта образования. Новгородцы принимают в нем участие уже 12 лет. За это время в конкурсе поучаствовали 805 педагогов. Победителями на федеральном уровне стали 195 из них. Впрочем, в этот день самые теплые слова в адрес каждого воспитателя, педагога, директора школы из города и из глубинки. Я славлю вас, учителя, на вас в свете держится земля. Эти строчки, не слава моя мама для вас, вчера я говорю вам, я должна поздравить самых лучших, самых уважаемых учителей нашего города, нашей области. Порядка десяти тысяч людей занят в отрасли образования в нашем регионе. И вы знаете, вашей лицей я хочу поздравить их всех с этим праздником. Наряду с теми, кто сейчас работает с детьми, поздравления принимают и ветераны профессии, а также молодые специалисты, которым только предстоит войти в классы. Стоит отметить, что в регионе все еще остается некоторый дефицит в учителях математики, физики, химии, иностранных языков и мастерах производственного обучения. В продолжение темы образования. Одна из старейших школ Великого Новгорода находится на пороге капитального ремонта. Причем на время работ в разгар учебного года учреждение, вероятно, будет закрыто. Куда переедут классы, выясняла Алена Сувтина. Ученики четвертой школы, как обычно, резвятся на перемене в стенах родного учебного заведения. Но это паха. В ближайшее время школьникам придется покинуть здание. Как минимум на полтора месяца. Всему виной трещина на торце. Капитального ремонта постройка 1955 года на своем веку не видела. Средства на капитальные работы были выделены из резервного фонда президента страны. Это капитальные ремонтные работы. В гармонии это внутренние работы. Это отделка кабинетов, это замена туалетов, система отопления. А здесь, прежде всего, внешние работы. Здесь будет проводиться стяжка здания. Вы видите, что здание с трещиной. Эту трещину мы отслеживали в течение полутора лет. И понимаем, что нам нужно, конечно, ее сделать для того, чтобы здание еще существовало дальше. Как только деньги поступят, администрация школы оформит договор с подрядчиком, и строители приступят к работам. Ситуация нетипичная. В истории образования Великого Новгорода среди учебного года масштабные работы велись лишь единожды, в 14-й школе после пожара. Однако медлить и ждать летних каникул нельзя. Средства должны быть освоены до конца 2017-го. Ученики на время ремонта перебазируются в соседнюю восьмую школу. Правда, занятия будут проводиться во вторую смену. Решение это коллегиальное и согласовано с родителями. Это обучение в другой школе. Это наша ответственность за ее сохранность. Огромное спасибо и директору Наталье Павловне Мельничук и всему коллективу восьмой школы, кто согласился нас принять. И, конечно, это ответственность наша, потому что после ремонта нужно будет кабинеты приводить в порядок, наводить чистоту. В качестве альтернативы рассматривались также 16-я и 36-я школы. Но территориальная близость сыграла главную роль в выборе. Впрочем, для родителей, кого не устраивает вторая смена, есть варианты дистанционного и домашнего обучения. Желающие уже нашлись. Алена Сустина, Савва Ушаков. Новости. Новгородское областное телевидение. А вот капитальный ремонт в Поддорском районе уже идет. Нового асфальта дождалась главная местная магистраль. Многие водители уже отмечают положительные перемены в гладкости дорожного полотна. Отремонтирован будет весь участок автодороги, расположенный на территории Поддорского района. Это 32 километра. Сейчас подрядчик срезает слой старого асфальта. Отметим, что без прежнего аварийного полотна передвигаться по этой автомагистрали уже стало гораздо проще. Далее будут уложены выравнивающие верхние слои, укреплены обочины, нанесена разметка и установлены новые дорожные знаки. Если погодные условия позволяют, ну тут видите день изо дня, то дождь, то нет дождя, позволяет, выравнивающий слой возможно сделать будет. Добавлю еще, что если сделана будет подгрунтовка уже асфальтобетонного, то тот мелкий дождь в процессе производства работ не повлияет на качество работ выполняемых. Чтобы люди не беспокоились, что идет там дождь, идет укладка. Срок окончания ремонта 15 декабря следующего года. Однако основную работу подрядчик, компания из Ленинградской области, планирует выполнить уже в нынешнем. Добавим, что стоимость контракта составляет 141 миллион рублей. Новгородцы продолжают жаловаться на агрессию со стороны бездомных животных. Недавно эту тему вновь подняли депутаты Гордумы. Зоозащитники разводят руками. Средства на плановую работу по отлову бродячих питомцев закончились еще летом. Есть надежда, что проблему решит приют для животных, который должен появиться в областном центре. Когда это произойдет, и так ли все однозначно, зоозащитниками выясняла Кристина Абелян. Мы встретились у ворот предполагаемого места будущего приюта для бездомных животных. Это территория бывшего кинологического центра. И пока идет процесс передачи площадки из федеральной собственности в муниципальную, депутаты, зоозащитники и неравнодушные рассуждают, возможно ли появление в Новгороде такой роскоши. Ведь пока область финансово не потянула даже отлов. Контракт по закону, он до 31-го действует. Но поскольку денег нет, они освоены. Хотя они нам еще не выплачены. Нам еще 880 тысяч должны до сих пор. По заявлению областных властей уже есть и заинтересованный инвестор, готовый вложиться в надзор за бездомным зверьем. Речь идет о государственно-частном партнерстве. Кроме приюта, в здании планируется разместить гостиницу для кошек и собак и ветеринарный центр. После получения здания бывшего кинологического центра в муниципальной собственности уже будет решать вопрос о передаче его пользователю, оператору, который будет осуществлять там услуги по поддержанию бездомных животных. Заинтересованные лица, которые готовы это сделать, они у нас есть. Зоозащитники уточняют, это будет не приют, а центр временного содержания. То есть, если пока отловленные бродяги находят приют у волонтеров, которые и ищут им новых хозяев, вскоре эту функцию будет выполнять новый центр. Имя инвестора пока неизвестна, и по мнению новгородских активистов, для них главное, чтобы новая в этом деле персона смогла соблюсти баланс между бизнесом и правами четвероногих. Бизнес это бизнес, да, в этом нет ничего плохого. И замечательно, что есть люди, которые наконец-таки даже в такую сферу, как зоозащита, решили вложить деньги. Но для них и на первом месте будет стоять прибыль, да. Опять же, в этом нет ничего плохого. Но для нас, для зоозащитников и для новгородцев вообще в целом, нас волнует решение нашей проблемы, которой мы столько лет занимаемся. И, разумеется, мы должны понимать, что именно бездомные животные не окажутся за бортом. Тем временем ситуация в городе и области накаляется. За год собаки и кошки, в том числе и бродячие, покусали более тысячи человек. Разгорелись споры и на недавнем заседании городской думы. Бурное обсуждение даже породило неоднозначную инициативу, которую высказал Николай Варухин. Вести налог для владельцев собак. Здравая мысль в этом, безусловно, есть. Другое дело, каким образом это реализовать. В тех же европейских странах, где мы знаем, что бездомных животных на улицах городов практически нету, либо совсем нету, это работает. Работает каким образом? Не все поголовно платят налоги на собак или котов своих, а только в том случае, если животное не стерилизовано. И имеется риск того, что оно принесет потомство, которое будет не нужно хозяевам, они выбросят его на улицу, а потом и государство, и зоозащитники будут с этим разбираться. На сегодняшний день лишних денег на отлов пока нет. Все лимиты в Великом Новгороде исчерпаны. Это подтвердила вице-губернатор Тимофей Гусев. Пока проблему планируют решать за счет дополнительного перераспределения остатков средств из других районов. Инвестор тем временем уже познакомился с приютом в Обскове. Но когда откроются ворота новгородского центра, пока неизвестно. Кристина Белян, Владислав Ковалевский. Новости. Новгородское областное телевидение. Социальный объект, открытый в селе Бронница, по масштабам намного скромнее, но его ждали не меньше. Строительство детской площадки стало событием для многих сельских семей. О необходимости появления такой детской спортивной площадки в селе неоднократно говорили местные жители. Водить детей в существующий в Броннице физкультурно-оздоровительный центр не всегда есть время и, самое главное, возможность. А малыши вырастают из песочниц, и им где-то надо заниматься спортом. Свои пожелания жители оставили на портале «Вечевой колокол». Но к тому моменту местная администрация уже прорабатывала этот вопрос. Были получены деньги из федерального и областного бюджетов. Недостающую часть выделил спонсор. А потом началась по-настоящему народная стройка. Конечно, огромное спасибо нашим всем жителям. Жители приходили от мала и до велика. Как только завозился какой-то материал, мы писали объявление, что сегодня мы что-то начинаем делать. Все приходили, принимали участие. Это очень приятно. Планировалось, что работы по устройству площадки будут выполнены к 1 октября. Но всем миром их закончили раньше, 25 сентября. Мы очень рады, что у нас появился такой спортивный комплекс, потому что дети теперь у нас заняты. Как видите, мы со школы идем сразу же сюда заниматься. Дети заняты. Спорт – это здоровье. Поэтому хотелось бы, чтобы в нашем селе появилось как можно больше таких площадок. В следующем году администрация поселения планирует участвовать в программе формирования комфортной городской среды и на федеральные деньги построить детскую площадку в парке у Бронницкого дома культуры. К этому часу все интересные информации. Вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. Перед рекламой прогноз погоды о развитии событий в наших вечерних выпусках. А я прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова